Все мы мечтали побывать в Арктике и увидеть чудеса природы – белых медведей на льдинах или северное сияние, танцующее в небе. Но сегодня мы поговорим про противоположную часть Земли – недоступную Антарктиду. Почему недоступную, спросите вы? Давайте разберемся. Во-первых, где находится Антарктида? Она расположена в южном полушарии, а именно на Южном полюсе. Ее окружает Южный океан, а большая часть континента покрыта льдом, что делает ее одним из самых отдаленных и холодных мест на Земле. Вы когда-нибудь встречали человека, побывавшего в Антарктиде? Скорее всего, нет. Это одно из самых малопосещаемых мест на планете, и лишь немногие исследователи видели ее территорию, состоящую в основном из ледников и ледяных полей. Но поверьте мне, когда я говорю, что дикая природа и пейзажи здесь просто необыкновенные. Почему не стоит путешествовать в Антарктиду? Во-первых, окружающая среда там невероятно хрупкая и может быть легко повреждена. Кроме того, на континенте нет коренного населения, поэтому ваше путешествие будет похоже на посещение необитаемого острова. Не стоит забывать и о том, что это одно из самых дорогих направлений для путешествий. Несмотря на это, Антарктида не охраняется. Существует международное соглашение, договор об Антарктике. Он был заключен с целью предотвращения любой нежелательной активности на континенте и запрещает некоторые виды испытаний, проводимых там странами-участницами. Но главная причина, по которой мы не можем просто так приехать сюда, заключается в том, что ее хрупкая экосистема нуждается в защите. Согласно договору, Антарктида должна использоваться только в мирных целях и не должна подвергаться какой-либо деятельности человека, которая может нанести вред окружающей среде. Ученые продолжают изучать уникальную экосистему континента, и наша деятельность может нарушить хрупкий баланс, который там существует. Если вам все еще хочется побывать в Антарктиде, то получить разрешение не так-то просто. Гражданам США, например, необходимо заполнить специальную форму и отправить ее в управление по вопросам океана и полярных территорий. А приехав туда, необходимо соблюдать строгие правила по защите окружающей среды, например, не беспокоить диких животных и не забирать камни или растения. Итак, с технической точки зрения, можно ли жить в Антарктиде? Несмотря на отсутствие законов, запрещающих постоянное проживание там людей, это очень негостеприимная среда, непригодная для обитания человека. Температура может достигать минус 60 градусов по Цельсию и ниже, что делает практически невозможным выживание человека без соответствующего оборудования и опыта. Кроме того, ближайший участок суши находится на расстоянии более 800 километров, что делает его обитателей полностью отрезанными от остального мира. Кто знает, может быть, когда-нибудь нам представится возможность посетить этот уникальный и удивительный континент. А пока давайте полюбуемся им издалека. Поговорим об открытии Антарктиды. В отличие от других мест, которые уже были заселены, Антарктида никогда не имела коренного человеческого населения. Древнегреческие философы имели представление об этом континенте и назвали его Антарктика, что означает «напротив медведя». И речь вовсе не о белых медведях, как можно подумать, а о созвездиях большой и малый медведец, которые можно наблюдать только в северном полушарии. В результате термин переводится как «противоположный земле медведей». В конце 1700-х, начале 1800-х годов, китобойные и тюлени суда, огибая мыс Горн у окраины Южной Америки, уходили дальше на юг. Было известно, что дальнейший путь на юг часто означает более сильные ветры и риск столкновения с плавучими льдами всех размеров, а также опасные для судна и экипажа ветра и моря. Первым пересек Антарктический круг 17 января 1773 года капитан Джеймс Кук в районе моря Росса. Через год он достиг точки, расположенной дальше к северу. И хотя не увидел земли, но подойдя на расстояние 70 километров, увидел отложение горных пород, зажатых айсбергами, что указывало на существование земли южнее. Общепризнанный факт. Первое наблюдение Антарктиды произошло в январе 1820 года во время двухлетней экспедиции вокруг света под командованием капитана Фабиана Готлеба фон Биленсгаузена с целью открытия новых земель. Корабли капитана стали первыми, кто пересек Антарктический круг со времен Кука. Первая официальная высадка на Антарктиду произошла позже, 24 января 1895 года у мыса Адер во время китобойного рейса судна «Антарктика» под командованием Генрика Була. Небольшая лодка с шестью или, возможно, семью мужчинами на борту причалила к берегу в спокойную погоду. Вы, наверное, не поверите, но Антарктида на самом деле является пустыней. С таким количеством льда можно подумать, что это страна чудес со снежками и горячим какао. Когда мы думаем о пустыне, то представляем себе верблюдов, кактусы и людей, пытающихся найти воду. Но в Антарктиде все совсем по-другому. Проблема не в том, чтобы найти воду, а в том, чтобы найти хоть что-нибудь, что не покрыто льдом. А среднее количество осадков за последние 30 лет составило чуть более 10 миллиметров. Это всего лишь несколько капель дождя по сравнению с тем, к чему мы привыкли. Так что технически пустыня – это не дюны и неиспепеляющая жара. Это отсутствие осадков. Но не волнуйтесь, если вы когда-нибудь заблудитесь в Антарктиде, вам не придется беспокоиться о том, что вы захотите пить. Только не забудьте взять с собой куртку и варежки, потому что там достаточно холодно, чтобы превратить вас в мороженое. Антарктида не только одно из самых сухих мест на Земле, но и самое холодное, самое ветреное и самое высокогорное. Пингвины и ученые, работающие в Антарктиде, порой оказывались в затруднительном положении, когда речь шла о времени. В отличие от остальных жителей голубой планеты, в Антарктиде нет часового пояса. Все линии долготы сходятся в одной точке на Южном полюсе, так что абсолютно невозможно определить, который сейчас час. Вы, наверное, подумаете, но как же ученые и исследователи ведут там счет времени? Хороший вопрос. Обычно они придерживаются часового пояса той страны, с которой вылетели. Однако из-за того, что на Антарктическом полуострове расположены станции со всего мира, все может пойти не так гладко. Представьте, как можно координировать свои действия с соседними странами, не разбудив их случайно посреди ночи. Можно подумать, что мало кто сможет выжить в условиях, когда температура очень низкая, солнце почти не показывается, а ветер уносит вас быстрее водорослей. Однако, как и во многих других местах на Земле, жизнь нашла выход. Хотите верьте, хотите нет, но на этом замерзшем континенте кипит бурная деятельность. Здесь обитают миллиарды криля, которые, в свою очередь, привлекают множество тюленей и пингвинов. Но пусть вас не обманывает их милый и симпатичный вид. Пингвины – лучшие пловцы. Их обтекаемым телам позавидовали бы олимпийские призеры. Они выходят на берег, чтобы размножаться и охлаждаться. Но их настоящий талант заключается в том, что они воруют друг у друга камешки и объединяются в группки, чтобы не замерзнуть. В Антарктиде обитает самый крупный вид пингвинов на Земле – императорский пингвин. Конечно, эти существа – не летающие птицы, но это не значит, что они не умеют прыгать. Более того, некоторые из них могут прыгать на высоту до трех метров. Не будем забывать и о тюленях с их мохнатыми телами и песнями. Эти морские млекопитающие находятся под защитой договора об Антарктике и обитают в прохладных водах Южного океана. Но настоящими звездами шоу являются киты. Во время антарктического лета эти огромные существа приплывают в Антарктику, чтобы полакомиться крилем, которого здесь в изобилии. Это действительно похоже на китовый шведский стол. Продолжение следует...